Одно простое действие и мечта превращается в реальность. Пожалуй, это самый большой плюс кредита. Захотел – получил. Иногда для этого нужны только паспорт и желание. Однако, как и у любой волшебной таблетки, а в данном случае таблетки от пустого кошелька, у кредита есть своя побочка. Увы, ведь новая машина может быстро превратиться в тыкву от траты на отпуск в годы безденежья. Здравствуйте, это программа «Знания для жизни» и вот о чем расскажем сегодня. И хочется, и колется. Если вы решили взять кредит, то, конечно, нужно произвести финансовый аудит. Взять кредит и остаться с деньгами. Как усидеть на двух стульях? Не вернул долг – быть тебе наказанным. Если же у человека не имелось никакого имущества, его заключали под стражу. Долговые обязательства в дореволюционной России. Имущество превращается в наличные деньги. Бывают ликвидные товары с высокой степенью ликвидности. В рубрике «Что-то на финансовом» разбираемся, что такое ликвидность. В каком случае кредит превращается в кабалу? Не знаю, я кредиты не беру. В любом случае кредит – это кабала. Ну, когда ты, наверное, не рассчитал на свои силы, чтобы не оплатить его. Когда они плакят. Когда мысля появилась в пять кредит. В любом, девушка, в любом. Я их брал столько много и отдавал вовремя, никакой кабалы у меня нет. Кредит – это удобный финансовый инструмент. Но если знать, как правильно им пользоваться, заемные деньги всегда требуют ответственности и дисциплины. И еще раз – ответственности и дисциплины. В третий раз повторять не буду. Зачастую люди начинают страдать от невыплат, какие-то проблемы у них не от финансовых кризисов, которые могут там в мире произойти, а просто из-за того, что они не рассчитали свои собственные силы. И еще одно правило – всегда рассчитывайте свои силы. В условиях экономики потребления люди берут кредиты неразумно, поддаваясь эмоциям. Они убеждены, что покупка той или иной вещи необходима. И прямо сейчас. Можно сказать, что такой подход к кредитам или к покупкам является нерациональным, нецелесообразным и очень вредным для финансового здоровья человека. Иными словами, сначала подумайте, а потом совершайте действия. Не наоборот. Не торопитесь, успокойтесь. Посчитайте, хватит ли ваших доходов для текущих нужд и оплаты нового кредита. Так ли необходимо занимать у банка деньги для достижения конкретной цели и что вы приобретаете помимо удовлетворения эмоционального голода. Решили кредиту быть? Тогда нужны следующие действия. Конечно, нужно произвести финансовый аудит того, на что вы можете рассчитывать. Это должны быть постоянные доходы. Это может быть зарплата. Это может быть еще какой-то доход, но который, безусловно, постоянный. Советы такие. 30-35% дохода и не больше. Это максимум суммы платежей по кредитам. Должна быть подушка безопасности, не меньше трех ваших месячных доходов. И страховка обязательно. Не пренебрегайте ею, мало ли чего. Не спешите брать кредит в первом попавшемся банке. Внимательно изучите предложения разных кредитных организаций. Если у вас есть хорошая кредитная история, есть время на подготовку документов, то вы совершенно спокойно можете прийти в банк и там оформить кредит. Существует множество вариантов кредитов, и они могут удовлетворить различные финансовые потребности. Однако все зависит от того, на что именно вам нужны деньги. Следует помнить, что некоторые виды кредитов могут стать губительными. Но это в том случае, если не подойти к выбору ответственно. Если такового нет, и вы ограничены по времени, то, конечно, вы можете обратиться и в микрофинансовую организацию. Но здесь надо знать важную вещь. Так как в микрофинансовых организациях более упрощенная система выдачи кредитов, то там и ставки повыше. Максимальные ставки по кредитам до одного года 0,8% в день. Это 292% в год. Соответственно, это очень серьезная долговая нагрузка. Микрозайм может быть действительно удобным и выгодным, но только если грамотно взвесить все «за» и «против». Если рассматриваете вопрос о приобретении жилья, то можно посмотреть и в сторону потребительского кредита, и в сторону ипотеки. Здесь есть ограничения, о которых мы говорим. Подходить очень аккуратно к тому, что если вы планируете потребительский кредит, направить на выплату первоначального взноса по ипотеке. В любом случае необходимо очень тщательно рассчитывать вашу совокупную долговую нагрузку. И если вы видите, что ваши суммарные кредитные платежи превышают треть ваших доходов, и при этом у вас нет подушки безопасности, то это явный сигнал к тому, что стоит поискать более приемлемый для вас вариант. Сегодня на рынке возникают привлекательные предложения, такие как рассрочка или субсидирование процентных ставок от застройщика. Но здесь тоже есть свои нюансы. Застройщик вместе с банком рассчитывает тот объем процентов, который застройщик будет субсидировать. И при этом эту стоимость закладывают в стоимость квартиры. Помните, если приобрести квартиру в кредит по программе субсидирования от застройщика, итоговая цена может увеличиться до 25%. При договоре с банком на первый взгляд выходит дешевле, но у первого варианта все же есть свои плюсы. Прежде всего, сумма ежемесячных платежей может быть ниже, чем платежи по обычной ипотеке. Кроме того, если посчитать на длительный период, то сумма переплат также может быть значительно меньше, чем по обычной ипотеке. Золото, валюта, акции, облигации – все сейчас инвестируют. Это модно и это тренд. Кто не рискует, как говорится? Наверное, поэтому сегодня есть возможность брать кредиты на инвестиционные продукты. Здесь надо очень четко понимать, что инвестиции – это не депозит. Если депозиты гарантируются системой государственного страхования вкладов, то вложение в инвестиции не гарантируется. Инвестировать кредитные средства значит подвергать себя огромному риску. Инвестируйте только ту сумму, с потерей которой вы готовы смириться. Когда вы рассматриваете процесс инвестирования, то надо очень четко знать о том, что Банк России категорически не рекомендует использовать кредит на инвестиционные цели. Потому что вы можете потерять деньги, и при этом у вас останется долговая нагрузка, которую вам необходимо будет обеспечивать. А еще появилась возможность получить кредит прямо в торговой точке, не отходя от кассы. Такие кредиты часто способствуют спонтанным, ну или, как сейчас модно говорить, эмоциональным покупкам. Однако, прежде чем приобретать кредит здесь и сейчас, все стоит хорошенечко обдумать. При этом надо понимать, что вы столкнетесь с большими рисками. Прежде всего, вы ограничены по времени, не можете изучить предложения других банков или микрофинансовых организаций. И у вас зачастую может получиться так, что выплаты по данному кредиту будут больше, если бы вы просто взяли потребительский кредит. Покупатель вступает в кредитные отношения с финансовым учреждением. Подписывая документы, он берет на себя обязательства по кредитному договору. Невыполнение этих обязательств может негативно сказаться на его кредитной истории. Чтобы этого не произошло, оформляя подобные кредиты, обязательно уточняйте. Нет ли других предложений у магазина, например, беспроцентной рассрочки, годовой процент и полную стоимость кредита или займа. График платежей. Убедитесь, что он вам подходит. Способы оплаты кредита, а также количество и расположение банкоматов и отделений банка. Обратите внимание, не берет ли банк дополнительную комиссию при внесении платежей. В 18-19 веке жители Ставропольской губернии финансово зависели от погоды и урожая. Поэтому чаще других должниками становились земледельцы. Деньги можно было взять в кредит и оформить соглашение о принятии долговых обязательств документально или на словах. Условия займа и сроки возврата долга устанавливались как в письменных, так и устных договоренностях. В качестве кредитора могли выступать как частные лица, так и организации. Это банки, судные кассы, кредитные товарищества. Как взыскивались долги с недобросовестных налогоплательщиков в 19 веке повествуют архивные документы. Частные лица, отчаявшись получить свои деньги, обращались с жалобами в органы местного управления. В зависимости от решения вопроса дело заканчивалось либо выплатой заемщикам долга, либо передачей инстанциями в мировые суды и судебным приставам. В суде после рассмотрения дела выносилось решение о взыскании долга, в том числе принудительном, вычетами из жалования и других источников дохода. В случае, если это невозможно, на торги выставлялось имущество должника. Если же у человека не имелось никакого имущества, его заключали под стражу в тюрьму до выплаты долга другими лицами, то есть родственниками, друзьями, знакомыми, которые могли выплатить его долг. Чем быстрее и проще владельцу актива обменять его на деньги, тем выше ликвидность этого товара. Если говорить простым языком, ликвидность – это скорость, с которой товар или ценность могут быть преобразованы в деньги. В этом контексте самыми ликвидными активами являются без сомнения сами деньги, поскольку они мгновенно превращаются в наличные средства. Существуют ликвидные активы, то есть деньги, банковские депозиты, акции крупных компаний и облигации. Эти активы можно быстро продать без значительных потерь. И неликвидные активы, например, недвижимость, предметы искусства, специализированные виды бизнеса. Они продаются дольше и могут потребовать значительных скидок. Мы еще говорим о том, что бывают ликвидные товары с высокой степенью ликвидности, со средней, с медленной и так называемые трудно реализуемые активы. Активами с высокой ликвидностью, помимо наличных средств, являются ценные бумаги, которые могут быть превращены в деньги путем быстрой продажи. Ликвидными активами со средней степенью мы можем отнести, например, запасы предприятия, которые мы можем продать, но уже не так быстро. Что касается трудно реализуемых активов, то чаще всего это недвижимость, потому что продать ее молниеносно достаточно трудно. Высокая ликвидность важна для финансовой стабильности компании и позволяет избежать проблем с денежными потоками. А низкая ликвидность, в свою очередь, может привести к финансовым трудностям. Подведем итог. Кредит может быть отличным финансовым инструментом, но только при условии правильного использования. Прежде чем принимать решение о спонтанной покупке, важно оценить, сможете ли вы справиться с финансовыми обстоятельствами. Не забывайте, что ключевым моментом является внимательное изучение условий кредита, чтобы избежать неожиданных сложностей в будущем. Это была программа «Знания для жизни». Будьте финансово грамотными и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok